Правящая коалиция серьезно занялась журналистикой, вернее даже журналистами, еще вернее русскоязычными, нашими молдавскими, ну и вдобавок российскими. Претензии к россиянам оборачиваются депортации, как, например, на днях поступили с Дарьей Асламовой, к молдавским предупреждениями на филологические темы. Нас учат правильно называть названия городов и сел, подводят под это законодательную базу, откровенно ругают и, кажется, этот спор не окончится никогда. А между тем все явственней проступает вопрос, а для чего, собственно, это делается? Кто заинтересован в таком развитии ситуации? А главное, чем это может закончиться? Разбираемся принципиально, ведь вы смотрите программу «Дело принципа». Меня зовут Людмила Бельченкова. Здравствуйте. И я представляю моих гостей. Сегодня у меня это Юлия Семенова, председатель Ассоциации русскоязычных журналистов. Журналист, добрый вечер. Добрый вечер. И Андрей Андреевский, журналист, редактор портала АВМД. Добрый вечер. И вам, здравствуйте. Ну что, дорогие мои киши-еуенцы, да, киши-неуенцы, ну и даже молдовцы, чего уж там вот как-то нам стесняться, давайте разбираться. Мы начнем все-таки с депортации российских журналистов, потому что эта тема в последнее время у нас всех на слуху. Вот мне интересно, как вы оцените эти факты? Вот что происходит? Почему как к нам прилетает российский журналист, то нет никаких гарантий, что ему удастся пройти пограничный контроль? Юля, вам слово. Ну, с моей точки зрения, эти разрозненные, казалось бы, случаи, они выявили тенденцию. Уже можно говорить о тенденции, что российских журналистов не пускают в Молдову. И почему не пускают, непонятно. Как, например, в случае с Асламовой, ей не объяснили. Сейчас, конечно, когда поднялся шум, уже каждый выдвигает, каждая из заинтересованных структур, скажем так, выдвигает свои, значит, версии. Но не будем пока Асламову трогать, да, хорошо. Буквально две недели назад была история с главным редактором газеты «Аргументы и факты». Здесь работают «Аргументы и факты» в Молдове, это работает по франшизе, это издание. И, собственно говоря, главный редактор больших аргументов и фактов, ну, периодически должен, конечно, заезжать к своим коллегам сюда. То есть это нормально, это нормально. Его не пропускают. Его пропустили только после того, как он получил личное приглашение президента после скандала. Не пропускают почему? Непонятно. Каждый раз перед этим была история, когда не пропустили еще двух русских журналистов, по-моему, из российского вестника, я не помню сейчас точно кого. Во всяком случае, их не пропускают регулярно. Более того, сейчас была история, буквально 20 августа случилась, когда наша бывшая коллега из Молдовы, которая давно уже живет и работает в России, тоже сотрудник газеты «Комсомольская правда», приехала сюда хоронить свекра. Значит, на границе, вероятно, у нее нет молдавского паспорта, вероятно, у нее только российский паспорт, потому что на границе ее спросили цель визита и род занятий. И когда она сказала, что она журналист, то пограничник позвал человека, значит, позвал офицера, и с ней начали проводить беседу, зачем она сюда приехала. Она объясняет, я приехала хоронить человека. Вот у меня, хорошо, что у нее были все документы. Вот у меня, значит, документы, вот что он умер, вот все, вот мне нужно его похоронить. У вас должна быть аккредитация. Какая должна быть аккредитация, когда человек приехал по частному визиту вообще? На похороны, наверное, какая-то аккредитация. Понимаете, только из-за того, что журналист. С чем это связано? Это связано с желанием показать Западу, какие мы хорошие, но на Западе, в нормальной стране, это вообще немыслимо. В принципе, немыслимо. Я благодарю вас. Андрей, вы как оцениваете вот эти факты, о которых мы говорим? Я считаю, что каждый факт надо рассматривать отдельно, потому что если говорить конкретно про госпожу Асламову, тут из того, что выяснилось, когда было опубликовано видео беседы с ней, сотрудников пограничной службы, то есть она намеренно пошла на провокацию. Я это расцениваю так, потому что никакого логического объяснения, учитывая, что она была несколько раз, притом последний раз она была относительно недавно, я сейчас не могу точно вспомнить, по-моему, даже в этом году у нее не было абсолютно никаких проблем, ничего не предвещало, и сейчас проблемы. Но она начала врать с самого начала, что она гражданка Хорватии, что она не понимает по-русски. И, естественно, это вызвало подозрения у сотрудников погранслужбы, поэтому ее депортировали. Я совершенно не могу понять, зачем она это сделала. То есть я вижу в этом именно попытку себе сделать пиар, потому что сейчас все о ней говорят, все СМИ пишут об этом, не наши, а даже российские. Ну что ж, что ж, сегодня Мария Захарова, официальный представитель Минроссии, вы, кстати, видели ее реакцию? Нет. Нет, но я-то в ходе эфира вас непременно ознакомлю. Я понимаю, о чем вы говорите, но я вот не понимаю одного момента. Почему, когда решили опубликовать видео, связанное с Дарьей Асламовой, опубликовали только момент ее беседы с пограничниками, они опубликовали все, где вот ее брали за руки, за ноги, и волокли вот туда, кстати, самолет. Я вспомнила, когда были проблемы с пересечением российской границы, если помните, Наталья Марарь, наша известная журналистка, так что там было? Она на несколько суток сидела в этой промежуточной зоне, никто ее не брал за руки, за ноги, ее мешком в самолет не запихивал. Вот как-то есть такой момент, раз публикуйте, публикуйте, пожалуйста, все. Вы не согласны с этим? Нет, я просто думаю, что лучше, когда человека проводят до самолета, чем его задерживают на несколько суток. Но ее же не проводили, понимаете? Ну, это ее версия. Я вот ей не склонен верить, исходя из того, что она писала в течение своей жизни, и там очень мало правды было. Так, поняла. У нее есть последние статьи о том, что Киргизия готовит джихад против России. То есть это провокатор профессиональный, который везде, где она ездит, она провоцирует людей. И при том, она всегда попадает почему-то незадолго до конфликта, который начинается потом в стране. Это тоже очень интересное совпадение. Я понимаю, у вас будет реплика? У меня будет реплика. Во-первых, понимаете, я не очень доверяю, я далеко не поклонница Асламовой. И действительно, эта дама умеет делать самопиар. Это правда, так оно и есть. Но у меня возникает несколько вопросов. Вот сегодня в нескольких изданиях, в том числе и в Комсомолке, в Молдавской, было опубликовано интервью с представителями служб, которые ее задерживали. Там, по-моему, была речь с пограничной полицией. И она сказала, что она гражданка Хорватии. Ребята, что значит она сказала? Я что, подхожу к окошку, и я говорю, что я гражданка Киргизии, Китая, Японии. Это она предъявила паспорт Хорватии. У нее муж хорватый, она прилетела с хорватским паспортом, сказала, что она не понимает по-русски. Она сказала, что не понимает по-русски. Знаете, когда? Вы обратили внимание на это видео, где она говорит, что она не понимает по-русски? Обратил внимание я. Где было сделано это видео? Вы поняли? Это перед стойкой, где сидит пограничник. Правильно. Это было сделано перед стойкой, уже после того, как ее не пустили, когда она разговаривала с... Нет, в конце этого видео ей говорят, что вам закрыт въезд в Молдову. В конце. Это не было. А ей не закрыт въезд в Молдову, как сегодня было. Именно в этом случае, вот ее депортировали, именно за обман пограничников. Я к тому говорю, что она сказала, когда уже ее довели до кондиции, Она начала говорить, что я прилетела к вашему президенту, имеете совесть, я журналист. Я слышала. Это она сказала в самом конце. Да. А давайте разберем вот такую ситуацию, где она нарушила закон. Хорошо. Она, я прошу прощения, она гражданка Хорватии. Ну, замечательно. Она нарушила дважды. Она имела право говорить здесь по-английски. Безусловно. Безусловно. Она могла сказать, я не понимаю, ну, не хотела она вот в данную секунду с пограничником, да, который сам, у нас не всегда они супер говорят по-русски, да, но имела право. Имела. Говорила. Выяснилось все в конечном итоге. Хорошо. Человек сказал, я еду брать интервью у президента. Вот у меня бумага. И чтоб в итоге... В итоге, знаете, какая формулировка? Ей сообщили, что ей было отказано, так как она не указала цель визита. Послушайте, она нарушила два закона. И это совершенно четко ясно. Первое. Она ввела в заблуждение сотрудников погранслужбы, говоря им, что она не та персона. Ей даже показывали ее фотографию, и она сказала, что нет, это не я, не Дарья Асламова. Это первый момент. Второй момент у нас по закону. Любой иностранный журналист должен получать не письмо откуда-то, там от президента, или от спикера, или неважно от кого. Он должен направить в МИД официальный запрос. И МИД дает аккредитацию. То есть это работа исключительно МИДа. Это не может заниматься каждый желающий. Какой бы высокий пост он не занимал. Юлия, вы говорили о том, что у нас во второй раз представители аргументов и фактов тоже по приглашению президента. Да, он приехал уже. То есть получается, что у нас закон тут, мы выполняем так. По логике так и должно быть. Вы когда-нибудь имели дело с МИДовскими структурами, с аккредитацией? Нет. А я имела. И что? Знаете, на пенсию можно было выйти. Ну, это что? Давайте будем нарушать закон тогда все. Вот на пенсию можно было выйти. Нет. Просто сперва, пускай у нас начнут работать нормально службы, пускай у нас сперва начнут работать нормально министерства. Понимаете? А пока будем нарушать. Никто не нарушает. Потому что люди, когда приезжают, посмотрите, у нас, значит, румынские журналисты приезжают спокойно. Я разговаривала с несколькими людьми, они без всякой аккредитации МИДа. Их не спрашивают, кто они. Мои коллеги с дочей верят сюда приезжать без всякой аккредитации МИДа. У них не спрашивали, кто они. Они работали по программе, работали много лет с общественным телевидением. Значит, им можно. Понимаете? А этим нельзя. Почему с запада можно, почему с востока нельзя? Вот в чем дело. Дело не вас ламывает. Я с вами частично согласен. Секундочку, я понимаю, двойные стандарты имеются. Да, двойные стандарты имеются. Я просто хочу, давайте тогда будем делать не так, как вы говорите, что раз эти нарушают, давайте и те будут. Нет, давайте сделаем наоборот, чтобы и те не нарушают. Вот давайте напишем в Deutsche Welle письмо и потребуем от них, чтобы они либо имели аккредитацию, либо не ехали в Молдову. Вот я могу взять на себя. Хотите? Напишу, что с ваших слов они здесь приезжают без аккредитации. Давайте. Вот исправлю ситуацию. Я рискну умолить сейчас вашу роль, ваше влияние на молдавские погранные службы, но что-то мне задается, что этого будет, мягко говоря, недостаточно. И давайте скажем еще откровение. Ведь в принципе боялись этих проблем. Ведь не каждого журналиста снимают у нас, когда он прилетает. То есть очевидно, это ждали. И очевидно, появилась информация еще заранее. Конечно, ей же сообщили, еще в Бухаресте была, ей сообщили, что ее не пустят. Кто? Из службы президента подзвонили, из администрации. И сказали, что есть вопросы у нее на границе. А вам не кажется, что это мог быть продуманным в совместный пиар? То есть вот сегодня весь день все говорят про нее и про президента. Окей, хорошо. Ладно, хорошо. Этот случай, предположим, пиар Черняк. Игорь Черняк, главный редактор аргументов и фактов. Два журналиста до этого, которых не пустили, это только то, что произошло вообще недавно совершенно. Вот они прилетели, их не пустили. Тоже, главное, везде всегда одна причина. Не указал цель визита. Ну понимаете, журналисты идиоты. Они подходят к окошку, их спрашивают, зачем вы прилетели? Они говорят, мы не знаем. Мы не знаем. Кому вы прилетели? Мы не знаем. Точно так же, как первая информация, которая появилась в Посламовой, значит, она не могла назвать бронь гостиницы. Понимаете, она человек эпатажный, она пиарщик, но она не дура. Понимаете? Не надо тоже и знать, дура. Я обещала рассказать по поводу реакции МИДа. Вот, кстати, Мария Захарова тоже сказала, что она далеко не всегда разделяет точку зрения Дарьи, значит, которую она излагает в своих материалах, но ее возмутил сам факт отношения к прессе. Конечно, они направили ноту в наш МИД, конечно, они обратились в ОБСЕ для того, чтобы этот случай был квалифицирован значит, ими. не здесь, в Молдове, не там, в России. И давайте дождемся, конечно, какова будет оценка, но мне вот с точки зрения журналистской, вот я не зря вас журналистов сейчас позвала, мне вот интересно. Вот представьте себе такую ситуацию, вот в отношении вас так поступили, ведь есть какие-то страны, к которым вы, мягко говоря, не очень симпатика. Да? Нет, нет симпатии. И вы договариваетесь, вот вы просите об интервью долго, вы переписываетесь с пресс-службой президента, да? И вот так происходит. Давайте вот с точки зрения журналистской этики, журналистских стандартов, и не побоюсь этого термина свободы слова, это нормально? Если у них будут причины, потому что я вам приведу конкретный пример со мной. До того, как Молдова получила безвизовый режим с Европой, я должен был посетить одну конференцию в Австрии, в Вене. Да. Я обратился в посольство, тогда посольство Венгрии выдавало для всех граждан Молдовы въезд в Евросоюз визы. Я обратился, заполнил анкету, но я там не указал в этой анкете, в какой гостинице остановлюсь, потому что что-то точно не знал. Мне отказали в визе, я просто тогда не поехал. То есть мне что, должно было бегать, кричать, устраивать истерику, что это политические преследования, что вот эти вот... Мне кажется, сравнение некорректно, потому что если бы до вас пятеро журналистов были депортированы вот именно с такой формулировкой, что вы не знали цель визита или вот у них все время, вот именно у молдавских журналистов была такая проблема, они не знали, в какой гостинице они живут, понимаете? Вот тогда мы бы с вами еще поговорили. Нет, ну есть нарушение или нет. А поскольку ваш случай единичный, то я не считаю, что это тренд, как сегодня сказала Мария Захара, он сказал, это уже молдавский тренд. Ну тренд-то какой тренд? Был один случай, который можно расценить насчет директора аргументов. Со сломой мы разобрали, что... Нет, секундочку до этого тоже. То, что вы там рассказывали с кладбищем, ее пропустили в итоге. 12 мая, 19 мая или 12 мая не пустили в страну еще двух российских журналистов. Тоже без причины. Без причины. Или у них не было аккредитации. Тоже с такой же... Вы понимаете принципиальная разница? Вот если, допустим, у человека все идеально и его не пускают, это реально повод для скандала. Но когда они сами нарушают... Андрей, давайте будем требовать аккредитации у всех. Вы же сами сказали. Давайте, я за... Понимаете? Давайте тогда, вот сегодня, вот вчера не пустили, позавчера, да? Не пустили Асламову. Давайте сегодня не пустим румынских журналистов. Давайте вот... Потому что у них нет аккредитации. Обратитесь от вашей ассоциации к пограничной службе с требованием, чтобы не пускали ни румын без аккредитации. Хорошо, мне не кажется... Понимаете? Понимаете? Да. Не нужно, чтобы... Не нужно, чтобы соседу было плохо. Понимаете? Нет, мы не говорим про плохо. Это очень важный момент. Это именно соблюдение закона. Андрей, есть еще один момент. И этот момент, значит, связан вот с чем. В связи с развитием IT-технологий и в связи с появлением такой... Сейчас уже даже говорят иногда, что это профессия, как блогер, который не входит как бы в цех профессиональных журналистов. Вот блогер же может проехать? Может. Может проехать. Вот у нас недавно был в Варламах известный российский блогер. Он может проехать без аккредитации? Может. Почему тогда не может проехать журналист? Потому что у журналиста особый статус... И я вам должна... Нет. Знаете, что? Согласно закону, да. Знаете, что? У журналиста получается даже больше ответственности, чем у блогера. Потому что если, например, то есть журналист, то есть по этике, по журналистской, да, по правилам издания, где он работает, он не может врать. А блогер может. А почему тогда блогеров пускают, а журналистов нет? Журналист не может, но врет. Если даже говорим про тужа шваму. Мне надо говорить всегда правду, получается, да? Мы говорим с вами теоретически. Какой журналист? Теоретически никто не должен врать. Ну, понимаете? Ну, не важно. Но блогера можно? Можно. А журналиста нет. Мы же сейчас говорим не про эмоции, мы говорим про законы. А мы не говорим про эмоции. Есть отдельные законы, связанные со СМИ, с журналистами. Да, есть недоработка с блогерами, с интернетом. Это сейчас новые все вещи, которые еще не... Даже в очень развитых странах Они не такие новые, Андрей. Они не такие новые. Более того, я вам должна сказать, что в 2009 году еще я обращалась в Центр независимой журналистики к юристам, потому что тот сайт, на котором я работала, там были проблемы как раз с блогерами. Понимаете? Вот. И мы как раз тогда говорили, что уже настолько назрел этот закон, что просто не знаю как. Вы правы абсолютно. Потому что, понимаете, и тогда получается, одним можно, другим нельзя. Человек едет брать интервью. Значит, надо тогда корректировать законы, а не нарушать их. Да, абсолютно точно. Но пока вот ситуация у нас такова, И вот смотрите. Юль, я прошу прощения. Вот ситуация у нас сегодня такова, какова она есть. Вы говорите, действительно, надо ко всем относиться одинаково. Конечно. И к западным журналистам, и к российским журналистам. Но вот исходя из того, что мы на сегодняшний день видим, это дает вам основание думать, что все-таки здесь есть политическая подоплека. Если у нас журналистов одной страны, вот в отношении их только определяют вот эти законодательные нормы. Вы не видели здесь политическую подоплеку? Если говорить откровенно, Андрей. Скажем абсолютно откровенно. Если касаться случая последнего, то нет, не вижу, это была провокация. Но в целом, да, я с вами соглашусь, что есть политическая подоплека. Спасибо. То есть вот мы уже потихонечку двигаемся. Да, но тогда надо задать следующий вопрос. А почему? А, наверное, потому что журналисты из России исключительно в очерняющих тонах пишут про Молдову. Исключительно. Я не помню ни одной позитивной статьи. То есть просто здесь нацисты ущемляют русских. Ужас, что творится. Два миллиона уехало. И вот эти вот все сказки, которые... И ладно, пусть они пишут своим, что угодно там втюхивают, но наши-то тоже это все читают. И думают, господи, где же мы живем? Андрей, замечательно. Тогда у меня будет другой к вам вопрос. Вот спасибо, что вы об этом сказали, потому что выстраивается очень простая логическая цепочка. Вот смотрите, выходит журналист из самолета и говорит, у меня есть приглашение от президента страны. Какая дальше, значит, может быть построена логическая связь? Ну, понятное дело, что Игорь Николаевич в своем интервью вряд ли будет хвалить правящую коалицию. Наверняка он будет критиковать правительство, правительство, наверняка он будет критиковать руководство парламента, наверняка он будет критиковать правящую коалицию. Так все обыватели думают. И что в итоге? Для того, чтобы эта критика не прозвучала, давайте вышлем эту журналистку, эту интервью... Нет, секундочку. И этого... Как нелогично? Ну как нелогично? Игорь Николаевич имеет доступ в СМИ. Он может критиковать здесь, и это мы все знаем, это слышим каждый день. Это поняли так все, что это интервью было не нужно, потому что в очередной раз, как вы же говорите, очерняете, будет... Секундочку. Это случай отдельный, его вообще нельзя рассматривать в концепции общих этих вот совпадений. Мы с вами можем это не рассматривать, но Мария Захарова сказала, что они рассматривают как тренд. Давайте мы тоже будем как... Они воспользовались, кстати, как цепь, но мы же вам назвали фамилии. До того, как появились какие-то данные, он уже вышел с заявлением. Мы назвали вам сейчас... Ассоциация журналистов тоже до фактов начала жаловаться. Андрей, пожалуйста, мы назвали вам сейчас фамилии журналистов, которые на самом деле пострадали вот от этого всего. Понимаете как? Я понимаю, почему вы отпираетесь. Потому что запрет вот этой критики, которая прозвучала бы в интервью, наверняка я расцени... Я не отпираюсь. Андрей, ну послушайте, пожалуйста. Я не могу вас понять, потому что вы меня недослушали вопрос. Потому что это расценивается как, знаете, постигательство на самое святое, на свободу слова. Все правильно вы говорите. Да, спасибо. Дело в том, что я повторяю, вопрос же не в том, что Додон критикует власть. Он это делает каждый день, мы это слышим каждый день. Вопрос в том, что даже если бы она взяла интервью Додона, дальше мы берем этот случай, ладно. Все равно она бы добавила от себя туда столько информации негативной, как она почитает любое ее интервью с любой страны. Андрей, вы вот такой замечательный журналист и так много на себя берете. Потому что вы уже видите, как будет написана эта статья. Читатель может открыть ее, найти в интернете любое ее интервью и почитать, как она пишет про чужие страны. Я понимаю, но никто из нас не может сказать, каким будет этот эфир. И никто не может сказать, какой будет статья. Мы можем прогнозировать. Понимаете? То есть мы можем прогнозировать с вами погоду. И то не всегда удачно. Мы опираемся на факты. А как будет работать творческий человек? Да, это не факт еще, это прогноз. Юля, пожалуйста. Я хочу просто, чтобы Андрею, сделать одно замечание по поводу опорки на фактов. В некоторых своих передачах на сайте вы, значит, даете понять очень активно, что Ассоциация русскоязычных журналистов кормится с рук посольства и так далее. Во-первых, мне хотелось бы, чтобы были факты, а не голословные утверждения. Пожалуйста, пускай подтвердят это работники посольства. Во-вторых, мне хотелось бы, чтобы вы назвали... Такому вы мне с кем-то путаете. Нет, я не путаю вас. А потом, второе, я хочу, чтобы вы мне назвали адрес кассы, потому что у нас в Ассоциации от взносов осталось 42 лея. А нужно сейчас письма разослать в Совет Европы. Я никогда не про кого не говорю, что он кормится с посольством. Это, так сказать, апропор. Что касается теперь, что касается, значит, что русские журналисты, они всегда плохо пишут про Молдову. Вы знаете, что? Я вам должна сказать, что, значит, какие, как вам сказать, плохие вещи находят тот, кто их ищет. Понимаете? Я имею в виду читателей. Посмотрите, есть, значит, тексты. Я же тоже отслеживаю, что пишут русские журналисты. Понимаете? Они в основном опираются на факты. Более того, он должен сказать, а Запад как пишет про Молдову? А Запад пишет, боже, это лучшая вообще страна, которую мы видели. Посмотрите, что пишет Запад. Посмотрите, что пишет, я не знаю, у нас же постоянно какие-то возникают проблемы. То The Guardian, значит, то Times, то еще что-то. Ну, в переводе идут, но, в принципе, вы можете открыть и на СМИ. И там очень много материалов, связанных с Молдовой, которые пишут. И нас западные журналисты, и никто не говорит, что это лучшая страна мира, что правительство живет в себя... Вы повторяете тоже ошибку. Они критикуют правительство, а русские журналисты критикуют народ, говорят, что здесь живут нацисты, которые притесняют русских. Понимаете разницу? Честно говоря, нигде не видела это. Я постоянно это... А что вы читаете? Во-первых, давайте... Что вы читаете? Я вам скажу, что я читаю русские бритвы. Вы мне скажите, что вы ему посмотрите. Я считаю, что вообще... Вот, вы понимаете, как? Мы не можем говорить, что журналисты вообще... Понимаете? Потому что журналисты, у них разные позиции. Даже в той же самой России... Безусловно. Например, вам, безусловно, нравится телеканал «Дождь». Я угадала? Нет. Ну, позиция его, да? То есть это считается оппозиционным каналом. Он бы, наверное, не нравился, если бы я его чаще смотрел. Но я его, может, раз в несколько месяцев смотрел. Я вам рекомендую. Как-то вы тоже телевизионщик. Постарайтесь. Надо же знать все-таки все точки зрения. Поэтому давайте не будем обобщать и говорить, что российские журналисты такие. Если вы где-то в каком-то блоге или там что-то увидели, не нужно это говорить. Именно от крупных СМИ, которые приезжают сюда делать именно такие заказы. Андрей, я никогда не видел... Андрей, конкретно. Секунду. Я ни разу не видела, чтобы на Первом канале нас назвали нацистами. И то же самое на РТР. Ну, это поискать. И то же самое на НТВ. Ну, хорошо. Если поискать. Хорошо. Поищем, так поищем. Главное для меня в этом, во всем, что все-таки Андрей согласился с тем, что в этом есть политика. Что бы мы сейчас ни говорили, какие бы мы ни придумывали сейчас вот эти причины, вернее, это делали бы за нас, но политика есть. И я верю, что это на самом деле. Хочу перейти ко второй части нашего с вами разговора. Это ситуация вокруг русскоязычной прессы. Вы как говорите, кишиневцы в эфире? Да. Не испытываете угрозений совести? Нет. Дело в том, что, насколько я знаю, сегодня уже вышло заявление Координационного совета по телерадиовещанию, в котором они сказали, что можно использовать русские варианты названий. Андрей, вы опять все неправильно поняли. Рассказываю вам, что сказал Координационный совет на самом деле. Координационный совет на самом деле сказал, что штрафовать не будет. Но в то же время он настойчиво рекомендовал. Рекомендует, но не заставляет. Но я еще раз говорю, настойчиво рекомендовал пользоваться положениями закона. Так было, Юля? Вы видели это? Это нюанс. Мы с вами разные вещи до этого говорили. То есть на самом деле так, как я сказала. Но я хотела бы только уточнить у вас, как вы, уважаемые господа журналисты, этот закон трактуете. Нам закон позволяет это или не позволяет? И нам вечно будут говорить. А закон? Нет, я вам приведу пример. Если тут на что мы должны... Вот мы приводим какое-то свое мнение. Мы же должны на что-то, наверное, опереться. Не просто вот я так хочу. То есть мы должны опираться либо на правила русского языка, либо на наши законы. Если они противоречат, тогда выбирать, что для нас приоритетное. Может быть, будет вполне логично, говоря на русском, опираться на правила русского языка. Но тогда я вам порекомендую. Есть официальный... Я забыл, как это. Метрология и статистика Российской Федерации. Можете найти на сайте. Как правильно называть географические названия иностранных стран? Там говорится Молдова, там говорится, допустим, Кыргызстан и так далее. То есть это стандарты современного русского языка, которые утверждены постановлениями правительства. А мы хотим быть более русские, чем русские. Но у меня есть другое заключение из Академии наук Российской Федерации, где они говорят, что есть такие слова, что язык — это живой организм. И есть такие слова, которые... Конечно. Вы понимаете, никогда россиянин не скажет Кишинеу. Вот вы... Я считаю, что это нормально. Вот честное слово, нормально. Но почему москвичи должны требовать, чтобы молдаване говорили Москва? Вернее, Москва. Москва. Да? Потому что говорят молдаване Москва. Ну и хорошо, пусть продолжают говорить. Понимаете? То есть никого это не... То есть и та же самая Академия, кстати, говорит, что правила именно должны быть в стране, на родине языка. Понимаете? А вот у нас получается так, как получается. Ну я вам привел то, что официально... Ну, я хорошо. Юля, Юля, слово. Сейчас буквально скажу. Да, да. Даже если оставить это, я вообще считаю, что этот вопрос в любом случае не принципиальный. Потому что я считаю, что вот раздувание этих проблем языковых, каких-то... Вот вся моя, так сказать, начальная молодость, когда я стал что-то понимать, может быть, где-то в политике, она прошла под этим... Вот это было начало 90-х, когда у нас постоянно занимались ерундой. То есть мы меняли какие-то названия, цвета. То есть вот сейчас, когда вот этот произошел опять раскол, у нас президент пророссийский, власть проевропейская, опять мы занимаемся вот этой вот фигней, начинаем играться с какими-то терминами, с флагами, с непонятно чем. Я считаю, что это тема, которая яйца выгибного не стоит. Я верю, что вы еще молодой телевизионщик, потому что я вам поясню, почему этот ажиотаж, потому что к нам вот приходят письма, надо как-то реагировать. И мне кажется, может быть, благодаря тому, что все журналистское русскоязычное сообщество организовалось, этот раз провели круглый стол, я знаю, то есть была масса встреч, была масса каких-то дискуссий, в том числе у меня в эфире побывала госпожа Анна Гуцу, которая сказала, слушайте, уважаю ее за это. Я просто перенеснила шляпу. Я уважаю за это, не разделяю ее политические взгляды, но уважаю за то, что она сказала. Давайте русские сами решают, как говорит по-русски, а мы будем сами решать, как нам говорить по-румынски. Не очень понравилась эта честная позиция. Она как филолог повела... Нет, она просто как филолог, то есть я правда, то есть я тоже филолог, понимаете? И это самое... И она не пошла на поводу своих политических всяких амбиций, она себя повела с точки зрения профессиональной, просто идеальна. Я ее просто за это зауважала. Извините, но мне кажется, у меня нет политики даже в этом. Вы понимаете, что дело не в политике. Дело не в политике. Дело в том, что... Вот вы говорите, игрушки. Нарушаются наши культурные права, гарантированные нам не только Конституцией, гарантированные нам международным законодательством. Понимаете, в том числе и Хартии прав человека. Нарушаются наши культурные права. Я не говорю про СМИ. Потому что как человек, как носитель этого языка, живущий на этой территории, и, значит, находясь под защитой Конституции, я имею право говорить на этом языке. Правильно? Более того, я вам должна сказать, что... Разве он кто-то запрещает? Я вам должна сказать, что вот в том-то и дело, что тут, когда возник вот этот вот запрет, а понимаете, вы же понимаете, что когда говорят, какие будут штрафы, и что под угрозой штрафа запрещено произносить, Кишинев, Бельца и Гладяны? Или Варваровка, Варвараука. Вчера, кстати, замечательный совершенно... Вот Стас Выжга вчера привел совершенно замечательный привет, кстати, с Варваровкой. Вот в этом плане. Татаровка, Варваровка, да. То есть, вы понимаете, что, скажем, когда неправильно говорят там по-русски, да, дикторы, вот меня это коробит, и не только меня, это коробит кучу людей, понимаете, это раздражает. И почему мы в угоду... Не закону, заметьте. Закон, кстати, вот мы вчера обратились на этом круглом столе, я попросила внести в резолюцию круглого стола просьбу к депутатам парламента, чтобы они вышли из инициативы и внесли поправки в законодательство. Потому что в одной статье, значит, говорится о том, в статье закона, принятого до Конституции, говорится, значит, о том, что у нас существует официальное название, вот там не перечисляются, но так сказать, что, значит, на русском языке они должны звучать точно так же, как на государственном языке, а на гагаузском пускай звучат по-гагаузски, и на болгарском пускай звучат по-болгарски. То есть это тогда уже было... И вот они за это вот уцепились в КСТР, но они не посмотрели, что есть еще закон о национальных меньшинствах, который был принят после Конституции, который гарантирует нам защиту языковых, культурных прав. Понимаете? И мы имеем на это право. И если мы сейчас... Знаете, у нас... Мы все здорово руки опустили, конечно, потому что живем не очень хорошо. Вот. Но в принципе, мы должны как бы помнить о том, что у нас есть права. И защищать их. И почему нет? Это не игрушки. Как кто говорит, что не защищаете? Дело, когда к этому примешивается политика, а к этому примешивают политику не люди и не дикторы. Понимаете? А к этому примешивают политику политики. Я неспроста начала говорить о законе, потому что, понимаете, как? Вот Юля говорит, нужны поправки. Да. Ну, понимаешь, в чем дело? Эти поправки реально может внести только правящее большинство. У них есть... У них есть... У них хватит голосов. Если они захотят... Секундочку. Я сейчас объясню. Если они захотят это сделать, чтобы вот этот закон... Чтобы больше не было. Вот разночтение. Вот говорили. Вот закон такой. Вот они говорят так. И пусть говорят. Надо бы, чтобы сделали. Но у меня есть сомнения. А знаете, почему еще у меня есть сомнения? По такому простому поводу, что я вообще не понимаю языковую политику. Я не понимаю, почему, когда возникла ситуация с школами на молдавском... С изучением, значит, на молдавском языке в Украине, почему наше правительство и наше руководство парламента заняло вот такую никакую позицию. Понимаете? Почему в Венгрии так сильно сражаются? В Украине нет школ с изучением на молдавском языке. Ну да, конечно. Здравствуйте. 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 Где? Андрей, а сколько... А сколько... Я вам скажу. В Черновицкой области изучают... А они кто по национальности? Слушайте, в Черновицкой области... Да какая разница? Я вам рассказываю. Они изучают на молдавском. Я изучала этот вопрос. Понимаете? Смотрите, в Черновицкой области, значит, изучают... У них учебники идут... Учебник румынского языка называется. И они изучают как бы румынский язык. А в Одесской области у них называется учебник молдавского языка. И школьный предмет называется молдавский язык. Это первое. Второе. В Одесской области живет очень много гагаузов. А где они взяли учебники молдавского языка? Здравствуйте. Это министерство образования у них там выпускает. Я думала, как-то они эту ситуацию уже решили. Я разговаривала с людьми, которые пытаются каким-то образом исправить ситуацию. Как раз я разговаривала с людьми из Одесской области, с учеными из НПО. Нет, ну, спасибо, Юлия. Я пыталась доформулировать вопрос. Вот мне непонятно вот это, понимаете, это страусиная позиция. А где защита языка за рубежом? Почему они в этой ситуации молчат? Венгрия, вон, пригрозила вообще Украине, что они в ЕС из-за них не вступят. То есть они будут блокировать все. Я не говорю, что так прям жестко. Но я хотела бы прочитать реакцию осуждения. Давайте по порядку. Во-первых, сразу, когда появилась информация про закон, вышел Павел Филипп и сказал, что у него в скором времени должна произойти встреча с руководством Украины, где они обсудят эту проблему. То есть это... Андрей, он уже не только принят, он подписан, господин Порошенко. Что же он собирается сейчас обсуждать, когда уже закон вступил в силу? Еще ничего не поздно, потому что то давление, которое оказывают Румыния и Венгрия, с очень большой вероятностью Украина изменит свое решение, об этом многие говорят. Во-вторых, там все-таки шла речь больше про румынский язык и, соответственно, Румыния его и защищает, как основной носитель. Если мы говорим, первый, кто начал претензии высказывать, это были представители Румынии. Я не понимаю, почему здесь, в Молдове, больше всего беспокоят, как называется язык русских почему-то, русских журналистов, вот больше всех они переживают правильно, как он называется, молдавский или румынский. Так нам мало, мы теперь будем беспокоиться и за Украину, как они там правильно называют свой язык. Андрей, у меня большая посьба, вы говорите вот так вот обобщенно. Назовите, пожалуйста, кто из русских журналистов говорит, что... Так вот вы сейчас переживаете очень сильно. Я переживаю не из-за этого, я переживаю из-за имиджа нашей Молдовы. Понимаете, да, потому что вся эта история с русскими журналистами, ну, это позорно, это позорно, понимаете? Это, значит, потом то, что отреагировала Венгрия, отреагировала Румыния и Молдова, которая рядом, вообще никак, то есть отреагировал президент и не отреагировала Я вас лучше понимал, чтобы вы потом не говорили, что я вас не так понял. Вы сейчас переживаете за то, что в Украине не дают обучаться на румынском языке или вы просто хотите, чтобы Молдова поссорилась с Украиной? Что из этого вы... Знаете что, я хочу, чтобы Молдова имела свою позицию, понимаете? По вопросу румынского языка в Украине? Да, по этому вопросу, потому что там живут, значит, там живут люди, называющие себя молдавами, которые живут, называющие себя молдавами. Я вам сказала, в Одессе, вы можете проверить совершенно спокойно в Одесской области все это и в Черновицкой области. Понимаете? Я понимаю, что просто здесь, для меня, например, важен вопрос последовательности. Я хочу увидеть языковую политику вне зависимости... Секундочку. Правильно. Вы правильно говорите. Секундочку. Ну, дайте, пожалуйста, закончить, если я правильно говорю. Вне зависимости от политической конъюнктуры. Понимаете? Я понимаю, почему с Украиной так происходит. Просто, на самом деле, вот вы очень правильно заметили, не хотят ругаться, там, бог с ним, а то, что люди не будут иметь возможность обучаться на родном языке, то есть это, судя по всему, не волнует. Вот как же вот, а как же у нас гимн, извините, как начинается, с каких строк, то есть получается, там мы на язык нам все равно, но давайте русских научим правильно говорить по-русски. У нас проблема в том, что у нас не там все равно, у нас здесь все равно. У нас до сих пор огромный процент населения, которое не знает государственного языка. Если у нас, мы даже это не решили, о чем мы говорим, про какую Украину? У нас наш народ не знает государственного языка. То есть вот мы говорим про русский школу. Мои дети учатся все в русской школе. Я считаю, что это было моей большой ошибкой, потому что они, окончив ее, уже будут априори неконкурентоспособны, потому что им придется дополнительно изучать государственный язык, чтобы занимать какие-то серьезные должности. То есть я их уже ограничил. И вот в этом проблема. Такой уровень преподавания языка, как у нас есть в школе, так это вообще ничего и ни о чем. Вы знаете, что я вам должна сказать в защиту школьных учителей. Я сама преподаю еще в театральном лице. И вы знаете, что у нас все дети, у нас, во-первых, преподаватели государственного языка вообще с детьми не разговаривают нигде, ни на перемене, нигде вообще не разговаривали с ними по-русски. И вы знаете, что у нас большинство этих детей выходит с прекрасным знанием языка. И, значит, девочка, сейчас учится у нас в Болонье, в магистратуре, Зарина Оренбаева, которая вышла, казашка, которая вышла, учила, только в школе она учила язык. Она вышла из, значит, из лице и поступила на ИНЯС, поступила в группу на государственном языке. Ее не хотели туда брать, потому что квоты были тогда еще. Она, значит, пробила дырку головой. Это великолепно. Согласитесь, что это исключение. Послушайте, это не исключение. Сколько у нас есть узкоязычных, которые не знают языка. Это да. Да. Мне кажется, что здесь, Андрей, прав. У нас обучение идет. На самом деле есть проблема. Но меня смутило другое. Знаете, Андрей, на то она и власть, чтобы решать все проблемы. Безусловно. Да. То есть они должны решать проблемы, как здесь, чтобы русскоязычные знали язык. Но они не должны. Секунду. Но они не должны. Приоритеты. Надо расставить приоритеты. Невозможно все одинаково делать. Вы знаете, что все одинаково. Я не понимаю. Что значит одинаково? Какие приоритеты? Приоритеты люди. И там люди. И здесь люди. Слушайте, есть же все-таки вещи, которые стратегически важны для жизни сегодня. А есть вещи, которые связаны... Андрей, эта проблема с изучением языка русскоязычными стоит у нас уже 25 лет. Понимаете? И будут стать еще 25, если никто не будет ее решать. Поэтому, а когда всплыл вопрос на Украине, надо было реагировать здесь и сейчас. А не говорить, что когда этот закон, возможно, будет принят, вот тогда мы поговорим. Потому что все страны, которые уважают своих граждан, уже выступили с реакцией. У нас есть только два соседа. Румыния и Украина. У нас нет границ больше ни с кем. У нас так уже получилось, что у нас одна ведь власть, а то есть господин президент поссорился уже и с теми, и с этими. Его не хотят видеть. Уже заявление вчера было посла Украины, что он нежелательный гость в Киеве. Вы хотите, чтобы сейчас подключился и правительство тоже поссорилось, чтобы нам вообще перекрыли все каналы, чтобы мы здесь... Что мы будем делать тогда вообще? Если мы будем ввести такую политику, как Россия. Все вокруг враги, мы со всеми поругались. Вы знаете, я вас послушала и понимаю, что вот во всем виноват президент. А правительство и парламент так укрепило наши отношения с Россией за все это время, что просто вот хочется вот просто кладутся. Понимаете, то есть вот президент виноват, а эти нет. И потом, понимаете, если премьер-министр сделает заявление, которое касается защиты, значит, своих граждан на территории Украины, это не значит, что он сейчас ссорится с украинскими властями. Понимаете, это такой молдавский, такой у нас местечковый менталитет, чуть только покритикуют все. Ты враг навсегда. Понимаете? Это совершенно другой уровень политики, это совершенно другая политика. Но люди должны понимать, что, понимаете, ведь вы понимаете, вот в чем проблема, да? Вот у меня только один паспорт, молдавский. И у меня нет никакой уверенности, что я с этим паспортом, если попаду в беду в какой-то другой стране, за меня мое родное государство вступится. Никакой уверенности, понимаете? Да, время у нас... Это все вот из таких мелочей складывается, и вот... Спасибо. Я вынуждена вам сказать, что время наше вышло, поэтому если можно кратко, вот на последний вопрос ответить, да или нет, была бы очень благодарна. Вот вся эта ситуация, о которой мы сегодня говорили, это будет способствовать налаживанию отношений с Российской Федерацией? Да? Нет, конечно. Нет. Безусловно, нет. Нет. Спасибо. Потому что, мне кажется, те вещи, которые мы понимаем здесь мы с вами, должны понимать все те люди, от которых эти отношения зависят. Спасибо, что пришли, спасибо, что спорили. Это было очень важно, потому что народ должен знать, что у нас существуют разные точки зрения. Но в завершение могу сказать только одно, что, понимаете, языковые вот эти все вопросы, они, конечно... Язык — это живой организм, нельзя людей заставить. Понимаете? То есть здесь необходимо правильно подходить, и, наверное, нужна нам политика. А в отношениях с Россией очень хочется надеяться, что настанет такой день, когда российские журналисты будут к нам просто приезжать, честно говоря, что они журналисты, и им будут говорить, знаете что? Бенятель нет. Очень-очень хочется. Спасибо большое. Вы смотрели программу «Дело принципа». Я желаю вам всего самого доброго и доброго вечера.